Мне очень радостно, когда наши дети вместе с нами славят Господа. Аминь. Давид сказал, благо ей славить Господа и петь имени Твоему. Вы знаете, может ты сегодня сидишь, где-то внутри какой-то ропот, негодование. Я понимаю тебя. Это было у одной категории людей. Когда они шли, и вдруг видят, что дети вышли, и вдруг начинают кричать, «Асана! Асана! Благословен грядущего имя Господня!» И они сказали, «Да кто вы такие? Вы что там, маленькие дети?» Знаете, начали роптать о них. А Христос сказал, «Я не могу запретить им». А почему? А разве вы не читали, что сказано в Писании? «И из уст младенцев и грудных детей я устрою себе хвалу, дабы сделать безмолвым». Кого? И вдруг они увидели. Пум! Так это мы, враги, мстители. Почему? А потому что мы запрещаем. А потому что мы тушим. Мы огнетушители тушим, Божий огонь. И они увидели себя в лесе. Поэтому, друзья, очень важно. Поверьте, придет время. Мы придем все в небо. И там уже проповедей не будет. Пророчества не будет. Молитвы не будет. Добрых дел не будет. Скажите, а что там будет? А? Вот мы спросим регента. Брат Виктор, скажи честно, что там будет в небесах? Аминь! Послушай внимание. Поэтому, если мы сегодня здесь не научились славить Господа и не хотим, я вам честно скажу, я не знаю, что ты там будешь делать. Да ты от скуки умрешь там. И все. Но там славя, там ангелы. 24 часа в сутки славить Бога. Свят, свят Господь Савов. Вот эту песню, вот эту песню они говорят. Я не знаю, как ты, а мне очень радостно славить Господа. Я не стесняюсь упасть на колени и сказать, Иисус, ты был заклан. Ты воскрес из мертвых. Ты заплатил за меня сыно. Иисус, я тебя люблю. И между Иисусом Христом и между дьяволом и шла одна борьба. Я хочу сказать, эта война и борьба продолжается. Когда Иисус Христос встретился с дьяволом, и они говорили об одном большом вопросе. И дьявол сказал, знаете что, если ты падший, что? Поклонись. Там решался вопрос поклонения. Поклонение. И Господь сказал, знаешь что, извини, пожалуйста, Господу Богу поклоняйся, а после Ему служи. Послушайте, христиане, мы хотим прийти к Богу, Господь, я хочу Тебя служить. А Бог, знаешь что? Мне вначале, я ищу себе не проповедников, не молитвенников, не пророков, а он ищет себе что? Ну давайте честно будем. Ищет кого? Поклонников. А что это за поклонники? А я испытал, что такое поклонники. Когда приезжает известный артист или артистка, вдруг весь зал наполняется этими людьми. Почему? А мы, так подождите, эта женщина некрасива, у нее зеленые глаза, она много курит, у нее сзади горп растет. Нам внешность ее не нравится, нам нравится ее талант, нам нравится ее композиция, нам нравится ее музыка. Оказывается, это люди поклонники этого таланта. Друзья, мы поклонники нашего Господа Иисуса Христа. Богу твоему поклоняйся, а после Ему что? Служи поэтому на первый момент, это когда мы поклоняемся Господу, поклоняемся в духе, поклоняемся в истины, когда мы не стесняемся поднимать руки чистые, без гнева и сомнения, и славить Господа. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Аминь. Поэтому, христиане, я вас умоляю, не стыдитесь. Если вы здесь стыдитесь славить Господа, чего греха таить? Не все мы родились святыми. Кто-то когда-то там кричал, слава КПСС, слава тому, слава тому, и мы кричали, а кто-то из вас и был фанат футбола, сидел, кричал, хол, шайба, аж горло пищало и крепело. А когда пришли к Господу, и когда я говорю, братья Иисуса, давайте скажем не мне, не Папе Римскому, а слава Господу. А почему ты стеснялся сказать слава Господу? Почему? Потому что сатана держит наше уста. Поэтому знаете что? Надо противостать, надо славить Господа. Я хочу сказать вместе с вами громко, слава Господу! Он достоин. Никогда не стоит славить Бога. Если сегодня люди, знаете, начинают кричать, начинают хвалить им и так дальше, а мы христиане, церковь Бога Живаго, Он спас нас, Он оправдал нас, и мы боимся сказать слава Господу, благословенный Господь, хава очи, мы боимся сказать слова Божьи. Я хочу сказать, Бог сказал, кто посредится меня и сломай их. Не стадись Божьими словами. Слава Господу! Ассана! Достоин! Аллилуйя! Вы знаете, мы на улице этой вещи не кричим, но где мы можем прославить, как в доме? В доме Божьем. И когда я вижу, люди приходят сюда и даже стыдятся сказать слава Господу. Друзья, какой мы подаем пример молодежи? Какой мы подаем? Поэтому, знаете, благое славить Господа и петь имени Твому Всевышнему. и весь народ громко-то скажет, вы связали себя с славой Могусь. Поэтому пристанем на суд. И Бог скажет, был здесь мой наименьший халоп, раб. Он вам говорил, говорил, а почему ты не стыдился? Почему ты не стыдился? Поэтому никогда не стыдитесь. Человека не славьте. Человека не поднимайте авторитет. Но хваляйся, хвались. И весь народ громко-то скажет, аминь. Будьте благословенны. Друзья, хорошо. Я думаю, что ашерская команда наша готова. Где наши благословенные ашеры? Help me, please. Я думаю, что мы сейчас дадим вам подарки. Очень все, потому что мы говорили на этой конференции, мы всегда вам будем давать наглядные пособия. Это те вещи, о которых Господь сказал. Итак, кто сегодня утром был? О чем мы говорили? Мы говорим о солнце правды, да? О солнце правды. О чем мы говорили? Аминь. О зеркале. Зеркало души. Поэтому каждому подарок давали миру. Давали зеркало. Поэтому, ашер, я вас очень прошу, пожалуйста, пройдите по всему залу и каждому дайте present. Каждому дашь подарок. Это то, о чем мы сегодня будем говорить. Это не я придумал, но это Господь сказал эти слова. Хорошо? Спасибо. Ну, а прежде чем прийти к слову, я думаю, что я бы хотел, чтобы мы посмотрели ролик. Ролик – это то, что делает Бог в Осетии. Это город Сахинвали, Южная Осетия. И таки наши братья Аксакалы живут в горах, спустились. И таки наши братья Аксакалы и таки наши братья Аксакалы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эта школа мы проводили также 5 дней Дима Торзок Проводили школы 5 дней 6 вечера был выпускной вечер Тоже люди оставляли работы Приходили, спускались с гор Слышали Слово Божие И результат очень хороший Там были много неверующих людей И после Я уехал, мы Еще 40 человек Покаялась, приняли годное Пречение Вот студенты Поэтому спасибо большое Тому человеку, который также помог Приобрести книжки для осетинского народа Люди очень счастливы были Мы все сделали Поэтому Итак, сегодня мы будем говорить Об очень важном предмете Я думаю, что операторы нам помогут уже Are you ready? Итак, мы сегодня будем говорить о соли Почему? Потому что мы сказали, что эту конференцию Мы называли Вы свет миру И это очень важно Потому что это не для красного словца Кто был сегодня утром Мы слышали такое слово Что вы знаете Мы являемся также зеркалом Мы являемся зеркалом для этого мира Люди в нас или через нас Могут видеть Иисуса Христа Его качества Как мне когда пришел Филипп и сказал Иисус, покажи нам Отца И для нас довольны уже будет И Иисус сказал Филипп, сколько времени я был с тобой Разве ты не знаешь, что я являюсь Образом своего небесного Отца Видишь и меня Видел И Отца Небесного Поэтому мы являемся носителями Божьей славы Потому что в сердце наше вошел Дух Святой Аминь В наше сердце вошло живое Слово Божие Вы знаете В нас вошли Божия структура Поэтому мы не свои Мы уже Божи Поэтому очень важно Как мы приходим к зеркалу И ежедневно видим свои недостатки О, я такой хороший Я такой прекрасный Хоп И вдруг здесь какое-то пятно Здесь ел сало И вдруг запачкался Как некрасиво И зеркало мне правду Я такой хороший А в зеркало раз И оно мне показывает правду Кто ты есть Это зеркало никогда льстить не будет Если у тебя лисо кривое То он тебе скажет Ты кривой И так дальше А если хороший Дай ему 100 баксов Он скажет Эй, эй, эй Меня не купишь Я зеркало Я реально говорю Кто ты есть на самом деле Аминь Это зеркало Поэтому точно так Бог дал нам зеркало души Это Библия Это Слово Божие Которое нам говорит Что внутри нас Это такой хороший А Бог Да ты гнилой Почему? А потому что В твоем духе Есть что? Лукавство Этот уже черт Проник Или лисомер Ты такой Знаете Вроде с братьями раз А там по-другому В церкви один А за паркином Совсем другой А на базаре третий Тогда что-то Бог говорит Слушай, сними маску Потому что Вот это зеркало Оно показывает Кто мы есть На самом деле Поэтому сегодня Дух Святой Просто хочет нам говорить И говорит Слушай, ты не просто человек А ты соль Этому миру Поэтому давайте пойдем дальше Очень важно Итак Смотря на место Священное Писание Мы с вами читаем Евангелие от Матфея 5.13 Вы соль земли Если же соль Потеряет силу То чем Сделаешь ее Соленой Большой Вопросительный знак Оно уже ни к чему не годится Как раз выбросить Вон ее На попрание людям Послушайте Какое сделал Завление нам Господь Он сказал Слушай, ты не просто Деньги для этого мира Проблемы ты залатал Ты не просто конфетка шоколадная Ты не просто жвачка А слушай Ты соль И соль Это серьезная вещь Поэтому если соль Потерять силу Оно уже ни к чему не годно Как только выбросить Вон на попрание людям Я помню Как один человек Вы знаете Молился Господу На молитвенном собрании Господи Ты видишь Меня в семье не принимают Моя жена Меня не понимает Мои дети Меня не понимают Господи Какие люди Стали жестоки И так дальше Господи Я же пропадаю Евангелие И вдруг Бог исполняет Духом с этим сосуд И он подходит Так говорит Господь Вот ты соль Но ты соль Потеряла силу И поэтому Я попустил тебя На попрание людям Вспомни Откуда ты с ней спал Вспомни Когда ты потерял святость Когда ты стал Лисомерить Потому я попустил тебя Оказывается Иногда Мы находимся В таком положении Где нас пинают Где нас выгоняют Мы сегодня с вами И слышали Это место Писания Помните Как написано Что апостолы Вы знаете Они действительно Были в любви У всего Народа Христос был Прославлен Всем народом В другом месте Написано Писание Сарство Божие Не пища Питье Но праведность Мир и радость Во святом духе Кто Сим Служит Христу Тот угоден Богу И достоин Не понял К чего Одобрение От людей А каких людей От любых От верующих Неверующих Но не всегда Мы будем ссор Поэтому иногда Бог тебя подымает Если ты чистый Кристальный Настоящий человек Служит Богу И так дальше Знаете я хочу сказать Тебя будут уважать люди Тебя будут ценить На работе Тебя будут уважать Почему С твоим мнением Будешь считаться А если надевать Маску хамелеона Сегодня один А завтра другой То Бог делает На попрание Нас пинают И нас выгоняют Почему Господи Я за тебя страдаю Да не страдай Что ты за Господа А потому что Ты соль потерял Силу влиять Ты где-то пошел На компромисс Свой совесть Стала резиновым рулем Куда хочу Туда я ворощу Будет Это плохо Поэтому иногда Бог попускает Такие обстоятельства Что тебя не принять Это будет Профессиворд Это кому-то Сегодня пророческие слова Просто прими его Как губка И пусть он сделает Тебя свободными И так друзья Я бы хотел посмотреть Что как Бог Сценил соль В Ветхом Завете Все что написано В Новом Завете Мы берем Из Ветхого Оно оттуда приходит Давайте посмотрим Next place И так Очень важно Постановление Бог сказал Книга Левитам Всякое Приношение Твое хлебное Солю соли И не оставляй Жертвы твоей Без соли Завета Бога твоего При всяком Приношении твоем Приноси Господу Богу твоему Что? Вау Вот это непонятно Знаете Вот смотрите Это не я сказал Не преподобный Кирилл Это сказал Господь Аминь Он сказал Священники Вот вам заповедь Вы когда приносите Жертву Господу Не забудьте Нужно Эту жертву Солить Солю И когда люди Забывали Вы знаете Приходило Проклятие Мы с вами часто читаем Местописание Непонятно Написано Два сына Аронова Принесли Чуждый Я у пожарников Спросил Скажите пожалуйста Вы часто бываете На пожарах У вас Скажите пожалуйста Есть ли Какой-то огонь Ну чуждый Они говорят Смеют Слушай Огонь Он всегда Один и тот же Только есть Температура огна Больше А другая Меньше Поэтому огонь Везде Есть огонь Одинаковый Вы знаете Мне не было понятно Почему же Они погибли А потому что Предписание Говорит о том Что когда священники Сыны Аронова Приносили Господу Они вошли Они принесли Чуждый огонь А в другом переводе Как раз и написано Бог говорит И не оставляешь Жертвы твоего Без соли Оказывается Священника Еще на поясе Был маленький Вы знаете Мешочек И в этом мешочке Была соль И когда он приходил Он должен эту жертву Посолить солью Что и не сделали Сыновья Арона Поэтому они думают Ничего у нас Папа крутой Все простится Он за все замолит А Бог говорит Извините пожалуйста Вы Хоть и священники Сыны Аронова Но Я с вам Вашим отцом Говорил Лисом к лесу Я знаю вашего папу Он герой Он становился Между живым и мертвым Я имею отношение с ним Но вы У меня поблажки нету У меня нету Любимчиков У меня есть внуков Правнуков Я дал предписание И вы должны строго Его исполнять Аминь Поэтому не забывайте Бог не только благодать Но Бог еще Огонь поедающий И там где мы неправильно делаем Вы знаете Мы собираем гнев На день гнева И правильного И верного Суда от Бога Поэтому друзья Давайте еще посмотрим Место священописания Что нам говорит Слово Божие Next place Там написано Все Вознесимые святыни Которые вознесся Сыны Израилевы Господу Отдаю тебе И сыновам твоим И дочерям твоим С тобою Уставом вечным Это Завет соли Вечный Перед Господом Данным тебе И потомкам твоего С тобою Послушайте Бог от начала Господом Повел Что где бы ты ни был Но завет соли Он всегда Будет вечным Вы знаете Мы иногда не понимаем Завет Явлеи Они немножко По другому относятся К завету Вы знаете Почему Потому что у них Есть история У нас язычников Нету истории Кто И так дальше Знаете Тарас Бульба сказал Я породил тебя Я убью тебя И все Заканчивается история Но народа израильского Есть своя история Они прекрасно понимали Когда Бог сказал Что каждое колено Должно собираться Под знаменем Своим У них есть родословие У них есть все нормально И прекрасно Даже сегодня Когда мы читаем В неверующем Дуем Библию Он открывает В начале Авраам родил Исаака Исаак родил Иакова Иаков родил Иуду Что ты мне дал Что ты Как это Понятно И начинает Вот такой большой вопроситель Я вам скажу Для меня Это не вопрос Это ответ Очень просто Мы прекрасные мужчины Скажите Но кто Ран нас родил Нас родила Каждого Любимая мама Это вопрос А почему такое Лисцеприятие Меня родила мама В муках А отчество Я ношу Отца И меня родила мама Но отчество Я ношу отца Иванович Петрович Ибрагимович И так дальше Поэтому В том и дело Что женщина В то время Не имела Силы Влияния В то время Только мужское Родословие Имела Поэтому Авраам родил Исаака Исаак родил Иакова То есть Как и мы Сегодня с вами Имеем отчество Отца Родили не с мамой Но мы отчество Носим что Мужскую линию Поэтому точно Так же Было в народе Израильском Но я хочу сказать Когда евреи Они собираются Вместе И еврей с евреем Кушает пищу В этом самом Они говорят Я с тобой Заключаю завет Я с тобой Покушал пищу Я тебе I'm promised to you Я обещаю тебе Я никогда Плохого О тебе Не буду говорить Я никогда Не подыбу Против тебя камень Когда евреи Едят пищу Они не просто едят Они когда едят Они заключат завет Мы с тобой Едим пищу Мы ломаем вместе хлеб Мы вместе с тобой Пьем воду Мы этим самым Разделяем трапезу Это самое У нас договор Или завет Мы друзья Мы никогда Против друг друга Войною Не пойдем И не будем Принимать поношения Знаете Они прекрасно понимают Люди На Ближнем Востоке Арабы Они прекрасно понимают Что такое завет Это завет верности Заключали завет И Нафан с Давидом Завет верности Когда их Не стало Кого-то в живых Они брали на себя Ответственность Они друг другу помогали Друзья Бог с нами Заключил Завет верности Завет верности Или завет святости Это завет соли Ты скажешь Ну а что это относится ко мне А как это правильно понимать Вы знаете Давайте посмотрим Место священного писания Что нам говорит Уже в новом завете Послушай внимательно Но вы Примите силу Когда сойдет на вас Дух Святой И будьте моими свидетелями В Иерусалиме И во всей Иудее И Самаре И даже До края земли Послушайте внимательно Вот такое слово Мы с вами читаем Итак Бог Заключил Завет церкви Он Осолил свою церковь Влиять Вы знаете Моя мама рассказывала Я говорю Мама А как вы раньше жили Без холодильника Вот кто же здесь жил Без холодильника Когда-то давно Ну что мне Это я мальчишка Должен от вас учиться А мама мне говорила Так Она говорит Мы копали яму Подвал Погреб И в погребе Хранили продукты Но Любое мясо Рыбу Мы взяли И солили солью И как только Посолили солью К соли Жуки Мухи Даже мышь Не смогла Солиться нос Почему Потому что соль Она имеет силу Что Осолять Она хранила Этот продукт От разложения Не важно Жара Или еще Вы знаете Соль Она хранила Этот пищевой продукт Некоторые люди Брали пищу Заматывали в лопух Это тоже Средство Которое убивает Насекомых Муравьи Саранча Они боятся Подходить Почему Потому что Они Эти запахи Или растения Выделяют тот запах Который Отталкивает Насекомых И отталкивает Животный мир Поэтому друзья Очень важно Люди Они понимали Они это употребляли Поэтому Эта Соль Она Сегодня у нас здесь Эта упаковка Она говорит Здесь есть знак качества US salt О том что Я прошла Стандарты Я изготовлялась На заводе Я готова В употреблении Пищу Я соль И мне не надо рекламу Мне не надо Слушайте А точно Ты соленая Она говорит Слушайте Я прошла Я готова В пищу Мы же прекрасно Люди понимаем Мы пришли в дом Мы пришли в какое-то кафе Заказали второе Все вкусное Котлетка Вкусное все Но не хватает Туда что Соль Немножко посолили И совсем другое Посмотрите Соль она влияет Она дает нам Правильные Качественные вещи Поэтому соль Она прекрасна Поэтому Христос Он назвал нас Не конфетой сладкой Никакими вещами Он подобрал слово И сказал Слушайте Вы церковь Вы каждый здесь На этом месте Вы соль Для этого мира Вы будете влиять Вы будете осолять Ту атмосферу В которой вы находитесь Аминь Это очень важно Поэтому мы соль Поэтому Христос сказал Вы примите силу Силу осолять Силу свидетельствовать Силу влиять Когда сойдет на вас что? Дух Святой Мы получили эту силу Мы получили эту соль Но что мы с ним сделаем? И поэтому я сегодня Хочу рассказать вам Маленькие опасные секреты Об этой соли Поэтому я бы хотел Чтобы мы посмотрели Что написано В Священном Писании Давайте посмотрим еще раз Это уже другой евангелист Лука Он говорит Соль Добрая вещь Но если соль Потерять силу Чем? Исправишь ее Не в землю Не в навоз Не годится Вон Выбрасывать ее Кто имеет ухо Слышит? Да? Вау! Уже Вы знаете Второй человек Нам свидетельствует о соли Два свидетельства Ее что? Истина Поэтому очень важно Сегодня посмотреть Вы знаете Об этой соли И я хочу сказать Что соль Она Имеет Один недостаток Вот эта соль А которая Готова Пригодна Мы ее купили в магазине Пожалуйста Бери Посыпай соль На продукты Кушай Если хочешь Вы знаете Спрятать их куда-то На улице Пожалуйста Посыпай соль И пожалуйста Ни насекомые Никто туда не придет Эта соль Она имеет силу Влияния Но один вопрос Скажите Уважаемые хозяйки Какое место Боится соль? Влага Запомни Влага Все Она белая Она прекрасна Она Но одно место Куда мы ее можем поставить И через некоторое время Соль Потеряет Силу Влияния Это влага Это такая Мокрая Атмосфера Поэтому Соль Нужно Держать В сухом Месте Она любит Там Это место Поэтому Друзья Вот так и мы христиане Когда мы получили Силу влиять И мы ходили в школе Когда мы получили Дух Святой Божий Памазан Мы ходили в школе Мы ходили в каллижи Мы ходили на работу Мы не стеснялись Почему? Потому что мы понимали Что соль В нашей жизни Мы начинаем говорить Я не знаю Как в твоей жизни Но я знаю Были такие моменты Когда люди Боялись даже Закурить В твоем присутствии Почему? Слушай Ты какой-то человек Непонятный Почему? Что у тебя Что-то сверхъестественное Видимое Да ничего подобного Почему в наших библиях Написано Что жена Которая живет С неверующим мужем Вы знаете Она имеет силу Что делать? А теперь вопрос А как ты можешь Освещать его? Представьте Муж неверующий А жена Верующая Имеет силу Что делать? Освещать его Написано Ибо дети ваши Были бы нечистые А теперь какие? Не понял Господь А какая сила Может освещать Неверующего мужа Неверующих детей Молитва Ту Которое написано Вы выполните силу Когда сойдет на вас Дух Святой Аминь Вот эта сила влияния Вот эта внутренняя Святость Исходит от тебя Один человек Он шел Он даже о себе не думал Но одна женщина Увидела в окно И сказала Этот человек Постоянно Святой А как ты знаешь От него исходит улыбка От него какой-то Свет исходит Мы друзья Соль Поэтому соль Она о себе Говорит И там где мы не прикасаемся Вы знаете Там что-то происходит Поэтому друзья Соль Она имеет Одно Слабое место Это влага Давайте глянем Что написано Место Священного Писания Друзья В каких местах соль Может потерять Свою силу Вот это и мы христиане Когда мы получили Дух Святой Когда мы получили Божью силу влиять Есть места Куда нам христиане И нам ходить Нельзя Как эту соль Которая Я хороша Да Я знак качества имею Да Я соленая Да Если ты не веришь Открой свою пачку И попробуй Она действительно соленая Но Если мы соль поставим А вот сай Если мы соль поставим Во влажное место Она пропадет Она перестанет влиять Вот такие мы христиане Есть места Где Дух Святой Говорит Не ходи туда Блажен муж Который не ходит На совет Нечестивых Или по совету Нечестивых Не стоит на пути Грешник И не сидит В собрании Развратителей Есть то место Где мы с вами Теряем силу Влияние Когда мы в тихаря Куда-то ходим В те места В которые мы знаете Мы не получаем А мы расточаем Иисус учил Кто со мной Не собирает Тот что Расточает Где-то мы собираем А где-то мы Расточаем силу Расточаем помазание Расточаем то Что нам Бог дал Мы можем здесь побыть Получить от Бога слово Но вышли на Паркинлад И там И там открыли уста И там шутки Анекдотики И все И вдруг А уже ушло Что? А потому что Дьявол украл А потому что Он есть вор Его цель Украсть Убить И что? И погубить Почему Бог Говорил священникам Когда ты берешь Елея помазания Когда ты совершил Там все То елея помазания Закрой чем? Пробочкой А почему? Что без запах Блухания Не выходил Закрой его Поэтому нам иногда Нужно закрыть Свои Уста Чтобы сохранить Помазание Сохранить Божью благодать Поэтому, друзья Есть место Где мы с вами К великому сожалению Теряем силу И мы теряем Влияние Давайте глянем Очень место Писания Очень интересное Что видел пророк Следующее Послушай внимательно Чужие Пожрали Силу Его А он Не замечал Послушайте Христиане Listen to me Молодежь Есть места Где мы с вами Можем терять силу Знаете Чужие Пожрали Твою силу А ты Говорят Где глупости Говорят Где такая атмосфера Все И вдруг Спочешь А я пустой И ты можешь сказать Пойду как и прежде Сказал Самсон Но Не знал Что вступил от него Господь Поэтому послушайте внимательно Чужие Пожрали Силу Твою По сути Христиане Сегодня дьявол Хочет пожирать У нас силу Каким образом Я не говорю О блуде О пьянке Мы туда никогда Не пойдем Но есть другие места Где дьявол нас ловит Когда мы встречаемся С братом С сестрой Когда мы начинаем Говорить Когда мы начинаем Обсуждать Когда мы начинаем Кого-то судить Вот здесь Мы теряем силу Мы теряем силу Потому что Библия говорит Не судите Никого Не Не Никак 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 А почему Это Божий раб Он спотнулся Он упал Бог сильный Его что Поднять Потому что Знаете Мы сегодня одного А завтра мы сами упадем Поэтому очень важно Чужие Пожирали силу Когда мы действительно Друзья Начинаем открывать книжки И читаем не Библию А Ромела Джулета Читаем другие Какие-то вещи Повещи Да ничего Я же хочу быть Технически научный Грамотный Слушай Дьявол пожирает Нашу силу Когда мы в других местах Находимся Я хочу сказать Что на тебе друзья Враг Пожирает У нас силу И мы это не замечаем Пойду как и прежде Сказал Самсон А не знал Что ступил От него Господь Посмотри сегодня Уважаемый брат Сестра Где ты сегодня Теряешь силу Когда ты выходишь С этого места Выходишь после Благословенных собраний Ты возможно Встречаешься с друзьями И сидите Пьете кофе И о чем вы говорите Рассуждайте о проповеди Сегодня Бог такое Говорил слово Надо понять Что ты понял Как тебе Бог открыл Как мы в свете Это нормально О горнем помышляйте А когда шутки Прибалутки Когда мы начинали в политику А кто прав Эта страна Или это А как И столько нагрешили И столько судили И все Иначе и дьявол Украл все витамины О чем брат говорил Брат Что ты говорил О чем Помню Говорил О чем говорил Почему не можешь вспомнить А потому что Чужие Пожирают твою силу Дьявол украл А я Что вчера ты слышал Там сосед говорил Новости Знаешь А что здесь проповедано Бог говорил Тебе слово Ты его не помнишь А почему Чужие пожирали силу Дьявол украл Он высосал Все Божьи витамины Потому что значит Что завтра будет сражение Тебе нужно сразиться А ты уже потерял Поэтому Не позволяй дьяволу Обкрадывать тебя Не позволяй чужим Библия Она не чужая Она своя Молитва Это не чужая Это своя Дух святой Это не чужой Это мой церковь Это не чужая Это дом Но чужие Это те Которые высасывают Высасывают Слезают И ты пустой Нету Обходи это места Как соль Которая боится влаги Это нельзя Вот точно те Те места Блажен муж Который не уходит На совет нечестивых Не стоит на пути грешник И не сидит В собрании разводителей Где тебя приглашали И знаете Ты был помазанник Но знаете Иногда К великому сожалению Вы знаете Мы превращаемся То Что был Самсон Был сильный Крепкий Муж великий был Его боялись Это была Божья гроза Но пришло время И дьявол искал Ключ к его сердцу Как же его Я не знаю Я бы на место Самсона Может открыл Деблеевскую школу Он знал Ло Он знал Божий закон Он мог взять бы 300 студентов Научил их Ребята Слушайте Слово Божие Научил бы их Всех закон А после А после Помолился И вот это помазание Сверхиссенсилу Он бы передал им И пришло время Самсон бы умер Но книга Книга судей Не заканчивалась Бог не хотел Чтобы были цари Бог хотел Чтобы были судьи В народе израильском А знаете Какая разница между Царем и судьей А потому что Обратите внимание Особенно Написано И сошел Дух Господень На Иафая И сошел Дух Господень На Гедиона И сошел Дух Господень На Самсона На этих судей Всегда Сходил Дух Божий Аминь А на царей Не всегда Потом Бог И хотел Чтобы судья Знал закон И в помазание Двигался И Самсон Мог это сделать Но пошел Другим путем Чужие Пожрали силу его На блудницу Потратил На долиду Потратил На других людей Потратил И все И пришло время Сказал А теперь умри Душа моя С кем? С филистимлянами И вы знаете Они превращили его Вы знаете Они смеялись Э ты А ну-ка иди сюда Гроза А ну-ка Они смеялись Вы знаете Они сделали его Шутом И клоном Вот так и в нашей жизни Когда мы помазаны люди Когда на нас Помазание Когда на нас Дух Божий Когда мы идем Во имя Иисуса И Бог нас употребляет Значит дьявол боится Боится святых Потому что они будут Побеждать Но когда дьявол Высасывает все витамины Выкаливает наши Духовные глаза Мы превращаемся В шутов Мы превращаемся В клонов Над нами смеялись Ну я твой Бог На людей Что с тобой Произошло И так дальше Друзья Не давайте Чтобы дьявол Издевался Над вами Представьте тела В свеже Живую Святую Благодному Богу Для разумного служения Будьте соль И никогда Не теряйте силу Поэтому знаете Бог говорит Очень важно В украинском переводе Когда мы читаем Мне там очень нравится Одно слово Господь говорит В откровении Так как ты Не холоден И не горяч А тепл То я изверну тебя Из уст моих А теперь Браты Скажите На украинской молвии Как там написано Я тебя Вот и все Вот мне украинский перевод Больше нравится В русском мы читаем Иоанн Христиан сказал Порождение Ехидины А что это за Ехидина Где А в украинском Написано Кодла Гадючая Ааа Как ты назвал нас Да Это отрезляюще Поэтому знаете Очень важно Вот я тебя Выплю Что Господь А потому что Ты знаете А потому что Ты не тот И не тот Не горяч И не холод Не такой тепленький Поэтому очень важно Знаете Богу Бог избирает Себя народ Особенный И ревностный Будь ревностным И кек Покайся Поэтому послушай Христианин Я не блужу Я не курю Да я знаю Кто ты Но послушай внимательно Слово Господа Если ты сегодня Не горячий И не холоден А только теплый В украинском переводе Написано Я тебя И поэтому Сегодня тебя топчут И дети твои Папаша И внуки твои Господи Я страдал Да не ври Не страдались ты А ты соль Потеряла силу Я так ему это сегодня Пророческое слово Говорю Потому что Бог тебя Выплюнул Потому что Бог внули ревность на людей Богу нужны горячие люди Будут в пламе Если ты горячий Ты будешь Холодного За кого помолиться Кому передать огонь А если ты холодный Ты скажешь Братья Помолите за меня Я холодный От меня От меня Просто все заморожены А когда Ты я хорошенький Я хороший Вот таких хорошеньких Бог попускает И ты начинаешь Соль Потерявшую силу Никуда не угодно На попрание людям Это как мудрость Пророческие слова Более того Я люблю Того что делаю Вот примет Обличительное слово Не всегда Бог нас гладит По головке Поэтому Не надо Клевить На истину Не надо Боже меня гонит Меня не понимает Никто тебя Не гонит Потому что Одна причина Ты соль Потеряла силу Ты стал Топлый христианин Поэтому Бог В украинской переводе Сказал Я тебя Выплюну Куда На попрание людям Когда мы плюем Люди ходят Поэтому Ты сегодня Пренебрежение У своих детей У внуков И правнуков Не потому что Они плохие А потому что Ты когда-то был огонь Когда-то был горячий Пламенел Служил Богу А сегодня Соль потеряла силу И поэтому Бог попустил тебя Поэтому если покаяешься Если зацелешь Достойный плод покаяния Если ты будешь Духом пламенеть Будешь ревностный Бог тебя снова сделает Тем Кем ты должен быть На самом деле Весь народ Скажет Аминь Это правда Прими ее Поэтому Пойдем друзья В Слово Божие Господи А что мне делать Если сегодня Я нахожусь в том И чужие Пожирают мою силу Что делать Возможно Господи Я сегодня Работаю в бизнесе Я пошел В одну компанию И я сказал Я буду влиять Пришел туда А там Атомирское общество И даже Господи Я приду на стройку Я буду там работать В 8 утра Я буду молиться Господи Благослови меня И так дальше И в конце Поблагодарю Бога Это мое кредо И ты пришел на работу А там все неверующие Ага Писо попивает Анекдотики говорят А ты туда А ну помолиться Доскат Белая ворона Совсем Еще выгонят с работы А я так Моя хата с краю Ничего не знаю Я с ними буду тусоваться И Находи Оходимся там Ты знаешь Приходит время Когда Не ты начинаешь На них влиять А они Начинают тебя влиять А ты Привет А ну-ка там За пиксом сбегай Бегай Тебе скажут Новенький пешок Вперед Да ладно Право-влево Пастора нету И побежал Там Певсо подогреваешь И ты дальше В чем дело Ты потерял силу влияния А ну-ка сигареточку Да я не курю Ребятка Вот хорошо не куришь Ну-ка сбегай На побегушках Ты свеженьку Купи Папироски нам Ну ладно Никто не видит Побежал И начинаешь И ты слушай И ты слушай И ты соль Начинаешь Терять силу Влияния Кто кем побежен То тому что И раб И ты А пришло время Амот уже и стал Потихонечку Анекдотики С ними Говорит Я вам Сегодня скажу Одну истину Одну Послушай внимательно Знаете Мы иногда привыкли Находимся здесь И кто-то говорит Анекдоты Можно Я хочу сказать Никакого гнилого слова Да не исходит Из уз Наших Мы не имеем права Говорить анекдоты Какие-то шутки Прибалутки И знаете Когда ты находишься В этом месте Вдруг ты слышишь Что твои рабочие Начинают говорить Анекдот про еврея А Бог Послушай внимательно А Бог сказал Благословляющий мой народ Будет что А проклинающего Что будет Ты скажешь Господь Я же не проклинаю Я не говорю Да будешь ты проклят А послушайте Что написано В наших библиях Не участвуйте В бесплодных делах Тьмы Но и И Обличать А теперь вопрос Когда ты слышишь Как в анекдоте Высмеивают Народ израильский Какая твоя реакция Молчишь Соучастник Соучастник Это не я сказал А Бог сказал Если муж Или жена Скажет обет Господу Я обещаю это И муж Скажет Представьте Христианка Христианка Я обещаю Господу Отдать эту машину Она духовна Человек А муж ее Такой знаете Тепленький Он скажет Господи Да не будет такого Пешком Многие бляд Не будет Скажите Бог Что молитву Будет слышать Жена Которая делает Обет Или муж Который отменяет Этот обет Но он нужен Так братья Он еще слабенький Он младенец еще Кого Бог Будет слушать А почему А потому что Бог порядок Любая жена Она замужем У меня два образования Замужем Не впереди мужа А замужем Поэтому Бог считается С мужем Поэтому точно так Когда мы Но если муж что делает Промочит То все ее Обетования Что Исполняется Вот точно Как брат сказал А я мудрый А я промолчал Соучастник Поэтому не участвуй В бесплодных делах А что Обличай Если видишь Что начинают Анекдоты про евреев Говорят Унижать Божий народ Или скажи Ребята извините Нельзя говорить Это Божий народ Или Развернись И у Не участвуй В бесплодных делах Аминь Иди лучше Помолись там Господу Но когда мы Соучастник Я хочу сказать Чужие пожар Силу твою И ты пришел Я с добрыми намерениями Давайте глянем Следующее слайд Что нам дает совет Господи А как нам поступать Послушай Это совет с неба И потому Выйди Из среды Их И отделись Говорит Господь И не прикасайся К нечистому Я Приму вас Послушай Брат и сестра Если ты находишься В бизнесе Находишься В работе Находишься В коллективе Где ты С добрыми намерениями Решил влиять на них Но Они стали влиять на тебя Ты перестал молиться Перестал проповедовать Перестал жить Святой жизнью И стал жить По мирскому Образу жизни Мой совет тебе с неба Это Дух Божий тебе говорит Сегодня В этот вечер И поэтому Совет с неба Выйди из среды Потеряешь ты зарплату Но ты останешься живой Или ты попадешь В такую мясорубку Что буквально погибнешь Останешься как они Поэтому Бог говорит Выйди из среды Отделись от них Не прикасайся к нечистому И я тебя что? Приму Бог надеет тебе Лучшую работу Лучшее место Но когда ты пришел В эту компанию И уже стал подражать миру Уже слился с этим миром Я хочу сказать Ты соль Потеряла силу Влиять И к великому сожалению Иногда мужья Теряют силу Как священники Как молитвники Как заступники Потеряли силу Влиять И приходит взаимодействие И приходят проблемы Тяжелые испытания Трудности И дьявол бомбандирует Твою семью Почему? Потому что ты Ушел с того положения О котором Бог сказал Каждому из нас Адам И в том числе Ты и я Я даю тебе две вещи Это ты должен охранять Что? Сад И Возделать Поэтому мы Должны охранять свой дом Охранять свою семью Отсякого лжеучения Отсякого мирского влияния Отсякого нехороших вещей Мы Должны бодрствовать Мы не должны полагать Чтобы какую-то вещь Прошла через наш дом Аминь И поэтому Если мы это не делаем Приходят проблемы Приходят вещи И мы теряем силу влияния Мы потеряли силу священства Ходатайства Священность действия Мы перестали молиться Влиять Соль Потеряла силу Поэтому Это не мой совет А совет с неба Выйди Уйди с этого общества Уйди с этой глупой компании Уйди от этих людей Которые на тебя глупо влияют Уйди Уйди Не оскверняйся Бог тебя благословит Ты будешь снова солью Но если не сделаешь Это твоя проблема Поэтому очень важно Написано Наблюдайте за собою Чтобы кто из вас Не лишился благодати Божией Чтобы какой горький корень Возникнув Не причинул вреда И чтобы им Что? Не осквернились многие Старайтесь иметь мир И святость Без которой никто Не увидит что? Господа Друзья Поймите правильно Мы должны быть святы Моисей Какой бы ни был Сильный Крепкий Но пришло время Когда Бог сказал Моисей Что в руках у тебя? Жезл Простри на скалу Господи Как это простри На скалу У меня опыт есть И было время Я бил по скале И была вода А Бог ему сказал Не надо бить А возьми и простри И вы знаете Он не простер Он подошел к людям И сказал Эй вы Мне ли вам Непокорным Давать воду И дважды Ударил И апостол Павел пишет Весь народ Израильский Пил Из последующего Камня Камень же был Христос Вы знаете Очень важно И Бог сказал Так как ты Не провел Мои святости В обитованную землю Ты Не войдешь Послушайте Если Моисей Великий херо Великий герой Не провел Святость Не вошел Неужели мы больше Моисея? Поэтому я вас призываю Друзья Старайтесь иметь Мир и святость Без которой Никто Не увидит Господа Святость Благовение перед Господом Святость Делает то Что он хочет Не то что человек требует Знаете мы можем угождать пастыру Мы можем угождать людям Мы будем человека угодниками Но угождай Священному Писанию Угождай Святому Духу Что он хочет Делать через себя И в тебя Угождай его Слово Божие Когда Бог тебя обличает Смиряйся перед Господом И Господь Я готов исправиться Я готов оставить Эту толпу Я готов оставить Эту грязную Вонючую работу Я не хочу Господь Просто попадаться в грех Я не хочу Господь Пачкать Своё сердце Я хочу быть чистым И Бог Поможет тебе Поэтому друзья Мы Можем иногда С вами терять силу Влияния Силу Божьей святости Силу Соли Был такой человек Который мы с вами Читаем В Библии Вы знаете Это был Лот Кто-то уже с братьями Говорил на днях О нем Вы знаете Написано Лот Ежедневно мучился В праведной Душе Видя и слыша Дела беззакония Он только мучился Но ничего не сделал Для своего дома Было время Когда Бог Хотел Чтобы он Жил с Авраамом Он бы Многому там Научился Многому принял Возможно Авраама бы не стало Но Лот Понес бы эту эстафету Но пришло время Когда ему захотело жить В там городах В Содоме Гаморре Он пошел туда И там Вы знаете Там женился У него жена была Содомлянка Вы знаете Он взялся туда-туда И знаете Он достиг положения В наших Ваших Библиях написано Он сидел У ворот А у ворот Сидят кто? Старейшины Он получил На наш уровень Значит светский Он получил Мандат Неприкосовенности Он стал Депутатом Он сидел там Решал вопросы Правильно Неправильно Кажется Вот наконец-то Урвал от жизни Кусок пирога Но послушайте внимательно Он не повлиял На свою семью У него была жена Она ему родила Прекрасные детей И я так думаю Скорее всего У него было Вы знаете Или четыре Или пять дочерей Почему я об этом говорю Потому что Две дочери Были с ним А он пришел И говорил Кому Зятю Зятям Это не меньше Чем два человека Поэтому или четыре Или пять дочерей Было у него И вы знаете И кажется Он не повлиял Он не сказал И пришло время Когда нужно было Выходить Содом и Гамора И знаете И ангелы По милости Взялись за руки И вывели его И когда он пришел Говорил о важных вещах Там написано Они подумали Что он Я вам честно скажу Вот если допустим Я как проповедник У вас сегодня Я вам говорю правду Не лгу Ну какие-то там Несурадиси не говорю И когда буду говорить вам О каких-то важных Добрых вещах Есть ли у вас повод Сомневаться в моих словах Нет Потому что Написано Ной был проповедником Правды Он говорил То что оно есть Поэтому очень важно Но если человек Там шутку сказал Там приврал Там приврал Это дальше Поэтому есть В его словах Сомнения Поэтому он говорил Слушайте спасаемся Убегаем Вот через 3 минуты Пойдет дождь Убегайте Они в окно смотрят А что он делает А он написано Что он делал Медлил Говорил о важных словах А сам медлил Пришел Посмотрел колесницу Посмотрел какие вещи Он медлил И потому они сказали А видно Батька шутит Ладно Поэтому ангел схватили Вы за руки И вывели Друзья Послушайте внимательно Очень важно И в нашей жизни Лот Потерял силу Влияния Он сказал своей жене Дорогая Идем Выходим Бежим Спасаемся И вы знаете Много Много взял зла Подписал Подписал Всякие Аморальные Законы И возможно Люди некоторые Что Калифорния Пойдет под воду Может быть так Ну Представьте Допустим Момент Если я Для своих детей Являюсь ко мне Преткновение Если я Вру Говорю Одно Поступаю По другому И вдруг Будут Откровения Убегаем Из этого города Я прихожу Своей жене Дорогая Надо бросать Все Надо бежать Дух Божий Говорит А теперь вопрос Поверить Они мне Или нет Пойдут Ли они За мной Согласятся Ли они Или нет И сказать Папа Подожди Ну Работа Ну Деньги Ну Что это Дальше Вот так И у жены Лота Была Вы знаете Он сказал Слушай Да не только Слушай Она то видела Что ангелы Пришли Это не просто Мальчишки Она же видела Силу Божию Когда они обкружили дом И стали врываться толпа Ангелы вышли Сделали такой знак И все ослепли Аааа Выход они Да вот дверь Мужики Заходите Нет Не видели Она то видела Что это ангелы И ангелы схватили За руки И сказали Иди Но не оглядывайся И посмотрите Такая жена Которая Ну ладно Мужа не послушала Но ангелов Обвернулась И стала соляным столпом Друзья Как наша сила Влияния Влияния На свой дом Можем ли им влиять Как мужа Божий Как священники В своей семье Своим детям Имеем ли мы силу Влияния Сказать И твоя жена Послушает Вот устами Моего мужа Говорит Господь Я готова Готовы Или все таки Мы где то Пошли на компромисс Шутки Прибалутки И так дальше И мы потеряли Силу влияния Силу влияния В наших домах Мы как священники Которые могли Влиять Которые Как Если у нас это Или нет Это большой вопроситель Знак Поэтому давайте Пойдем дальше Я бы хотел Чтобы мы посмотрели Иногда в нашей жизни Бывает такой момент Что Бог Наказывает нас Почему? Послушай внимательно Написано Те Наказывали нас По своему произволу Для немногих дней А сей Господь Для пользы Чтобы нам Иметь участие В Святости Иногда Бог Нож ложет нас На удр болезть Иногда Бог Нож ложет На какие-то вещи Господи Почему ты так говоришь Жестоко? Почему? А это написано в слове Написано Бог говорит однажды И если человек не заметит Говорит в другой раз Во сне В ночном видении Во время дремоты На ложе Иногда говорит И через болезнь Все это делает Бог Два-три раза Человека Чтобы отверсти его От смерти Иногда Бог С нами говорит Через трудности Переживания Почему? Чтобы привести нас Участие В Святости Его Потому что без святости Никто не увидит Господа Поэтому друзья Мы соль Проверь сегодня Брата и сестра Имей ли ты силу Влияния На свою семью На своих детей На своих близких Или твои слова Как обсенку Горох Почему? А потому что Этот вопрос Твой Поэтому сегодня Вот та пачка соли Которая у тебя В руках Она сегодня говорит Я соль Я пригодна к пище Я соленая Я способна Осолять Любой предмет Я соль Добра вещь А как насчет тебя Христианин Я сегодня Я являюсь твоим Судьей Я говорю Что я Сотворена Меня звели на заводе Я прошла все тесты И я готова в пищу Готов ли ты сегодня Осолять И мне что это Усилу влияния В своей семье На работе В школе И ты дальше Может ты это Или ты всю Соль потеряла силу Я хотел чтобы мы посмотрели Место священописания Апостол Павел Со слезами На глазах Видел людей Последнего времени Next place И он говорит Знай Что последние времена Наступить какие Тяжки Люди будут горды Господи Подожди Не понял А о ком это написано Это написано О неверующих В этом мире О нас верующих Все послания Начиная от Якова Кончая откровения Написано К святым Вот там О анахи Сказано В церкви Знай Что последние Времена Наступить тяжкие Люди будут горды Надмены Родители Непокорны Неблагодарны Нечестивы Недрожелюбны Непримиримы Имеющие Это к святым Написано Послание Поэтому я бы хотел Чтобы мы сегодня Внимательно посмотрели Давайте Леним 11 слав Очень быстро Чистое и непорочное Благочестие Пред Богом Чтобы презирать То есть презирать Это помогать Сиротам и вдовам В их скорбях И Хранить себя Нескверненным От Мира Друзья Это очень важно Первая Работу мы делаем все Мы помогаем Сиротам Вдовам Слава Богу Но как насчет Второй Хранить себя Нескверненным От Мира Хранить свои уста Вы знаете Исайя Однажды хотел Пророчествовать Но не мог Господи А что со мной Случилось Почему Вы знаете Он говорил Горе вам И вам горе И вам горе Он осуждал людей И тебе горе И тебе горе И когда увидел Присутствие Славы Божьей И там написано Свят Свят Господь Воспевали И вдруг Он увидел Во свете Увидел что свет И говорит Горе мне погиб я Ибо я человек Нечистым устами Вот так и мы Друзья Мы не идем На большие грехи Я вам тот раз Проводил пример Это факт Я встречался С одним человеком Он проработал Много в разведке Он сказал Павел Знаешь что нам Было обидно Когда заканчивалась война С фашистскими Окупантами И были разведчики Которым приготовила Москва Уже медали Они работали Они работали в фашистской Германии Они много документов Передавали Бывший союз Они все Сдавали немцев И немцы были злые Кто нас предает Кто Они проверили Все картотеки Все Везде написано Был ОФСР Арийская кровь Все у них было нормально А как узнать Вы знаете Тогда собрался Консилиум И там был профессор Который знал Славянские дела Вел Я знаю две вещи Которые отличаются Между Germany people И Slavic people То есть между Немцами И между славянами Вы знаете Есть только две вещи Которые мы можем узнать Они имеют осанку Осанку точно так У них арийская кровь Они очень хорошо Говорят по-немецки Они стройные Подтянутые Их не узнать Но У них в менталитете Есть две вещи Которые немцам Не присущи Какие Он объяснил им И тогда Немецкая разведка Гестапо Поставила везде Камеры В виде наблюдения Посадили людей И сказали Заканчивается война Мы проиграем Но спай Но спиона Мы должны выловить И вы знаете Они остановили И разведчикам Несколько человек Поймали Каким образом Они как немцы Немец заходит в туалет Он делает все там Вымывает руки И выходит Подтянутый Идет На свое место Наш русский Или славянин Он ее То ли делает все же самое Но на ходу Застегивает Пуговица И вот Гестапо Поймало Вы знаете Это не присуще немцам Они В их культуре В менталитете Этих вещей нету Поэтому Очень многих Разведчиков Которые уже все В Москве ждали Это их награда Все И вдруг Хоп Засветились И загорелись И попались И погибли Вот точно мы христиане Мы на блуд не идем На пьянку не идем На панографию Да сохрани тебя Господь Не пойдем А горим на мелочах Почему? Помнил написано Тайна Клевещущего на брата Я что делаю? Изверну А теперь вопрос Кого в нашей церкви Хоть раз отлучили За то, что я клеветал Это мир Я такого не вижу А сколько клеветы Если сестра начинает Брата клеветать В итоге Такой, такой, такой Или другого Раз сказали Не делай этого Это грех Или молодежь поливаешь грязом Они такие, такие, такие А ты что видела? Свечку держала что ли? Там у них абсолютно не было Тебя показалось Померещилось Приснилось И клевет И это факт Всплываем Было Бог свидетелей не было Сестра виновата Брат виноват Что делать? Библия говорит Тайно клевещущего Что? Изверну Наказать Мы это делаем? Нет Поэтому очень важно Мы горим на мелочах Суды Пересуды Сплетни Поношения Язык Огонь прекраса Неправды Язык нечистый становится И мы не можем пророчествовать Мы не можем присутствовать Господа приходить Почему? Потому что я человек Я нечист Я человек с нечистыми Устами И только нужно было Англу приходить И взять клещами Горящие угольные жертвники Прикоснуться к языку И это очистилось Нам сегодня Христианинам Нужно Нужно очищение Наших уст Помните написано Это люди Которые в откровении Написано Это люди без Есть лукавства Когда Когда Даже наверное вчера Когда Елисей Или Самуил Они приходили в город Пророки Помните Какое было Благогрение перед ним Люди Старейшие Выбегали И сказали Слушай Сдобра ли ты Весть Уйдешь Они были посланники Божьи Они приносили Послания И люди Переживали Был такой человек Елисей У него была школа Пророков И однажды Он пришел в один город И пришел в один город И сказал Все ли хорошо В вашем городе Они сказали Да Все хорошо Только одна проблема Какая Вот там в конце города Есть водоем И он дает Какую воду Горькую воду Воду Которая Поливаешь огород Она ничего не дает Эта вода Очень не хорошая Ну а что вы ко мне К пророку обращаетесь Обращайтесь К говерменту Правителям Пусть они другую скважину проверят Пусть они там сделают Нет Бесполезно Это источник воды Говермент Политики Никто делать не может Пророк Божий Они правильной дверь постучали И тогда он сказал Дайте мне две вещи Кто помнит Какие вещи попросил Елисей Чистую Чашу И Так муки лучше взять Нет Соли И когда он подошел К этому источнику Когда он подошел К этому месту Вы знаете Он нечто сказал Эта вода была нехорошая Он сказал Да впредь Не будет от тебя Без плодия И взял соль И Бросил И в этот момент Что вода Сделалась соленой Вода сделалась хорошей Она стала Приносить благословения Она приносит урожай Эта вода стала Здоровою Послушай Это была прообраз для нас Сегодня мы Церковь И Христос Сегодня сговорит нам Вы Соль Земли Я тебе поставил Солю Не для того Чтобы ты Без страха Уточнял себя Чтобы от жизни Урывал кусок пирога Нет Я тебе поставил Там где ты находишься Если ты девушка Которая Ходишь в школу В хай-скул Или в другую школу Я тебе поставил Солю Начни влиять на студентов На своих сосверстников Да они курят И так дальше Ты не просто Фу-фу-фу-фу А ты наоборот Подошла Сказала Эй Кристи Ты очень хорошая девушка Но слушай Но Бог не хочет Ты себе купишь Есть выход Есть Иисус Который помогает Ты должна сказать И возможно Твои слова Как соль Вы знаете Очищающие Вы знаете Осоляющие И так дальше Или ты парень Который входит в школу И так дальше И ты видишь Там тасовка Там крутые ходят И ты с ними притерся И так дальше Слушай Нет Ты имеешь право Сказать Слушай Ребята Вы классные мужики Но Бог хочет вас спасти Если мы находимся в колледже Мы имеем полное право влиять Вы знаете И когда ты будешь Настоящей соль Люди заметят тебя Елисея вычислили Сказали Этот человек Постоянно проходит Каким? Святым Его узнали Почему? Потому что Походка сама От него исходила Внутренняя сила Осоления Как наше тебя Когда ты на работе Когда ты в другом месте Скажи Слушай Ты читай Я читаю тебя Видит Понимает Ты имеешь право Влиять Мы родители Которые имеем детей И наши дети вместе с нами ходят Когда мы говорим Дети Это нельзя Это грех Скажите Они служат нас Или нет Или мы сила Соль Потеряли влияние Когда мы им детям Служим Скоро Придет Господь И сын и дочка Сможет Говорит Только не мне Они то видят Если мы говорим О Боге Мы готовимся Почему первохристиане Помните Они готовились Они ждали каждый день Господа И они не боялись Я в тот раз Говорил вам пример Когда знаете Когда мне Было очень тяжело Когда мама подошла Ко мне Пастор У меня там сын есть Поговори с ним А я почему А он стал пиво пить Раньше он втихаря пил Я только мама Прихожу вечером Нюхаю одежду Попахать пивцом Я говорю Сынок А почему Мама Я там с друзьями Стоял с неверующим Разговаривал И так дальше Все Но приходит время Когда смотрю Вечером Он сидит Пиво пьет Ты что делаешь Мама Не чипай меня И так дальше Я его за руку Разруку поймал Мама Не надо Неприятности И так дальше Зачем Ты меня сейчас будешь бить Я сейчас 9-1 Не позвоню И ты будешь В чужом месте сидеть Тебе хочется Нет И все Это меня вот Я чуть инфаркт сердца Не получила Я просила Господи Ну почему так И знаете И пришло время Он не стал Мне слушать Я прошу тебя Пастор Очень прошу Поговори с моим сыном Я говорю Хорошо Я поговорю Я нашел время Я нашел Этот парень Я говорю Слушай Как дела твои Нормально Я могу с тобой поговорить Я тебе Я обещаю Наш разговор Будет Битвин между тобой И Богом И конфендисал Я обещаю Никому это не скажу Он сказал Окей И знаете Он попросил одно Пастор Если я тебе скажу правду Скажи честно Ты поступишь Правильно Я говорю Я обещаю Он мне рассказал историю Он сказал Пастор Когда я пошел в школу Я пришел христианином Папа нас учил Молиться Служить Богу Когда я пришел в школу Мои сверстники Заставляли меня курить А ну-ка закури И сигарету в рот Я сказал Я не буду курить Меня били по щекам У меня губы были опухли Мне давали А ну-ка попей пиво Я не казался Меня били То синяк То губа разбита Я приходил домой Мама говорит Что случилось С ног Почему-то Я не хотел ей предавать Я говорю Я с велосипеда упал Я там споткнулся Полгода меня там били Заставляли покурить Заставили выпить Отказывался Я христианин И пришло время Этот мальчишка вырос Он пошел уже И достает И достает бутылочку Три бутылки пустых Одна половинка Одна половинка Дай мне выпилки пустых Дай мне выпить Дай мне выпилки пустых Я всегда Я всегда замаскировался Я всегда заедал Я все прятал Никто не знал Но шило в мешке Не утаишь Все что тайно Открывается явным Я говорю Знаешь что он пастор Какой совет Я говорю А совет один Приди Стань на колени Перед сыном Перед детьми Скажи Дети простите меня Я не пободрствовал Я был собосом Я не был примером Я не был солью Вы знаете Он это сделал Он пришел к сыну Упал на колени Сказал Сынок прости меня Я негодяй Я не знал Что тебя били в школе Я не знал Что тебя калечили Я не знал Ты не закалит Терпел Вот такие удары Я просто взял Сломал тебя Я не прав Я не прав сынок Он стал плакать Слава Богу Сын взрослый Сын простил Они обнялись И они стали друзьями Послушайте внимательно Мы соль теряем силу Когда мы действительно Начинаем детям говорить одно А сами ведем двойную игру Когда мы говорим Не смотри это фильм А сами в тихо рассмотрим Когда не смотри Не читай эту книгу А сами читаем Когда это не делай И сами делаем И если мы не злослов Не клевещи А сами клевещим А сами делаем Нехорошие вещи Поэтому знаете Мы соблазнем Был такой пример Елисей Это прекрасный Божий человек О котором мы сегодня Посмотрели Он однажды пришел В одно селение И знаете И творил чудеса И знамения И когда закончилось Служение Он пошел И написано Вышли дети Навстречу Елисею И что говорили Дедушка Благослови нас Дедушка Благослови нас Так они говорили Боже мой Откуда такие слова Это же народ Израильский Это дети Израиль Это великий пророк А я вам скажу Послушай Лысына Очень внимательно Карайфул слушай Послушай внимательно Что произошло Я вам скажу Произошло то Что сегодня здесь происходит Когда проходило служение Елисея Все видели Что он творил Он брал колодец Там один раб пришел Елисея Спаси меня Я рубал дрова И вдруг мой топор Железный упал В колодец И утонул Какая глубина Десять метров Он узкий или широкий Очень узкий Нельзя человека нырнуть Он не вынырнет Палки нету Достать Помоги нам Елисея Хорошо Дайте мне маленькую щепоточку И берет деревянный предметик И бросает его куда В колодец И вопреки логике И закону природы Эта палачка тунет А железный топор что Выходит Вот возьми Все вот Вот это да себе Вот это чудо Божие И он это делал И когда заканчивалось Это служение Родители шли домой И когда они пили чай То папа и мама Обсуждали Елисея Снова приходил этот что А пляшивый Знаете что написано Пляшивый Это лысый Лысый приходил чудак Дед Кидал палки И творил Дело Совсем поехала голова Они осуждали Пророка Божьего Они Послушай внимательно Они переходили Эту грань Запретную полосу Не прикасайтесь К Помазанникам им И пророкам не делайте зла Они через суд Подошли И говорили плохие слова И дети Которые ели кашу Они Слушали Все И это приходило В ним разум В их глазах Они опускали Авторитет Елисея Они делали его Никто Клоном И чудаком И пришло время Это и день И два И неделя И пришло время Когда дети Распоясались И вместо того Чтобы вытескать Дедушка Благослови меня Они сказали Э ты Пляшивый Ха-ха И смеялись одним А теперь послушай И пришло время Когда Елисей Он не хотел этого Но вы знаете Они переступили Эту черту Не прикасаясь К помазанникам Они перешли И вышли Две медведисы И что сделали А теперь вопрос Если мы идем И вдруг Выскочила собака Нечайно Скажите Где наши дети будут На дереве Сто процентов Они же смелые пацаны Уже на дереве сидят От страха А теперь вопрос А почему же дети Не убежали Когда они увидели Издалека Две медведисы Ноги мои Ноги Несите Меня Я спросил Этот вопрос У врачей Я сказал Доктора Объясните мне Почему дети Когда видят Шок Страх Смерть Вдруг они стоят на месте Они мне сказали Скажи пожалуйста А как ты Очень быстро Бегаешь во сне Я сказал Я бегаю на месте Я сильно бегу Но бегу на месте Вот так и здесь От страха У них была спазма Колен Они не могли Ноги как свинцовые От страха И поэтому 42 человека Медведисы две Рассерзали в пухе прах Поэтому послушайте внимательно Это прообраз для нас А как у нас Когда мы проходим На служение Когда проходит служение Когда сестра играет Когда брат проповедует Когда какая-то Нестандартная дема Нужно стоять здесь А проповедник вышел сюда А брат этот Павел Чудак Приехал здесь Чуде И так дальше И мы говорим И детишки слушают Они меня Возможно Ни раз не видели А калифорний Там солнце греет Они все такие Больные на голову Нормально И все И начинают судить 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 И пришло время Когда им Родители Слушайте Пойдем в церковь Они уже знают Кто здесь в церкви Они слышали Всякие сплетни Зачем Сегодня снова Эта песня спела Обратно Плохая песня Обратно не то Они чувства Как мы родители Говорили о траву Нашим детям И они все Мотали На свою голову И поэтому приходит Время Дети взрослели Дети пойдем в церковь Не пойду А почему Да в церкви хорошо Папа я знаю Ивана Я знаю Марью Я знаю Баба Клаву Тут же не было Не раз А зачем мне Я слышала Только негативное Поэтому мы Являемся Переносчиками Лжи Неправды И яда В наши Сердца Наших детей Поэтому вот здесь Христиане Мы Теряем Соль Мы теряем Соль Поэтому дети Перед Они не идут Почему А потому что Они меня атрофировали Как эти дети Которые были В прекрасных семьях И которые бы вышли И сказали Дедушка Благослови нас Мы хотим благословения Они кричали Пляшивы Пляшивы Вот точно так Наши дети Которые служат Негативные вещи Которые приходят В нашем собрании Когда мы осуждаем Не благословляем Не говорим О чудных делах Божих А когда мы делаем Другое Это Нехорошие вещи Поэтому Это кому-то Сегодня пророчески Слово Если в твоей жизни Такой есть Ситуация Просто покайся Скажи Господи Прости Что я открывал Уста Что я прикасался Помазанникам Что я унижал Певчих Что унижал Молодежь Что я говорил Глупости Мои дети Мои сыновья Дочери Все это слышали Поэтому их под дулом Пистолета Не загонишь В церковь Господи Поэтому они атрофируют Прости Друзья Проблема не в наших Детях А проблема в нас Потому что мы Говорим то Чего не должно Просто примета В сердце И пусть Действительно Бог даст Поэтому друзья Бог говорит Очень важно Еще посмотрим Очень важно Кто-то скажет Господи Ну а как нам Выйти из положения Можем ли как Что-нибудь исправить Послушайте внимательно Что говорит Библия Очень важно Послушаем Слайд номер 12 Next place Соль Добрая вещь Но если соль Не солена будет Чем вы ее поправите Чем вы поправите Третий евангелист Это уже Марк Нам говорит Это слово Три Матфей Лука И Марк Три разных человека Говорят нам сегодня О соли Соль Добрая вещь Но если соль Не солена будет Чем Ее поправите Чем И вдруг ответ Listen to me Ибо всякий Огнем Осолится И всякая Жертва Солю Осолится Оказывается Послушайте внимательно Есть один момент Вы знаете Я спрашивал У физиков Я спрашивал Физик объясните Павел Это вопреки закона Но Бог Называет Несуществующий Как Существующий Я просто верю Что у Бога Есть всегда ответ И он говорит Слушай Вот есть Если ты сегодня Брать их И сестра Соль Но если ты потерял Силу влияния Ты уже не можешь Влиять на своего сына На свою дочку Не потому что ты Какой-то вредный человек Но потому что Ты в глазах Господа Перестал быть ревностным Перестал быть горячим И Бог Ту Выплюнул тебя На попрание людям Так украинская Библия говорит Это не я придумал То Слушай внимательно Ты потерял авторитет Ты потерял силу влияния Перед тобой Начинать шутить И так дальше Тебя не считают За соль В чем дело Господи Бог говорит Покайся И первое что Это Это всякий Огнем Осолиться Для того чтобы соль Потеряла Получила снова силу Нужен Божий огонь Аминь Только Божий огонь Он может изменить тебя Всякий примес Всякая накипь Она сгорится только огнем И Бог снова Свету соль Зил сильной И влиятельной И тогда И тогда будет то Что написано в Писании Послушай что написано Важное слово Итак Умоляю вас Братья Милосердиям Божьим Представьте тела Ваши в жертву Живую Святую Благодную Богу Для какого? Разумного служения Next place Это очень важно И знаете Бог действительно Сделает из нас Мужей Божьих Жен Божьих Для разумного служения И очень важно Будет результат Результат будет Последний слайд Номер 14 Пожалуйста Написано Слово ваше Да будет всегда С благодатью Приправлено Солю Повторись со мной Приправлено Солю Это очень важно После молитв Когда скажешь Господь я тот человек Я действительно Неразумный родитель Да я приходил домой Мы с женой собирались Мы кушали И мы судили братьев Судили положение в церкви Мы что-то неправильно говорили И наши дети Наши внуки Это слушали И поэтому результат Они сегодня не в церкви Братья и сестры Помолите за них Давайте не будем Листомерить А почему И когда И вы не знаете А я-то пастор Я когда встречаю Помоли за моего внука За моего сына Я встречаюсь с сыновьями С внуками Я говорю Дорогой Давай честно поговорим Почему ты не хочешь в церковь И он Пастор Мне тошнит вот так Я хочу прийти в церковь Помолиться Господу Прославить Бога Но когда я слышу Эти все вещи нехорошие Друг от других То такой То такая Куда я пошел Я прихожу в святое место Мы являемся не светом А мы являемся тьмою Мы не осоляем А скверняем Поэтому послушай внимательно Соль Добра вещь Поэтому брат и сестра Проверь сегодня Давайте глянем на свою жизнь Вот мы сегодня потеряли силу влияния Мы не влияем в свою семью Мы мужья Перестали влиять на обстоятельства Перестали влиять на положение нашей семьи Приходят немощи, болезни Написано противоостром твердой верою И оно убедит Почему Когда как священник Приходят трудности, переживания Ты не можешь противостать им Почему Когда приходят трудности, переживания Мы не можем ходатайствовать Мы не можем влиять Почему А потому что мы соль Потеряли силу влияния Поэтому я просто верю Что в этот вечер Дум Божий Дал тебе эту тему Вы соль земли Если соль Потерять силу Чему она годна Как только выбросить вон На попранье Людям Проверь Сегодня состояние Почему сегодня Тебя не принимают Твои дети Твои внуки Твои правнуки Почему Ой, Господи Я прохожу Ничего подобного Бог не даст тебе Быть искушенным Сверх силой Но проблема одна Мы стали теплые христиане Мы стали Не горячие И не холодные Мы где-то Забаюкались Поэтому потеряли силу влиять Наша молитва Не влияет Наши слова Не влияют на наших детей На внуков На жену На мужа Наши слова Как об стенку горох Поэтому Сегодня Вот такое нестандартное слово Пришлось освободить Для вас Я знаю Что это слово Кого-то нашло Я не хочу Сегодня Звать тебя Наперед сюда Нет Я хочу Чтобы там Где ты находишься Просто ты сказал Господи Это я тот человек Я просто нуждаюсь Я та соль Которая потеряла силу Но сегодня В молитве Я иду к тебе Потому что Ты дал мне ответ Всякая жертва Огнем Осолиться Потому что Всякая соль Она огнем Осветится Господь Я прошу тебя Пусть огонь Сойдет на меня И спалит Всякую нечистоту И всякую ложь И всякую гадость В моем духе В душе и теле И придет огонь Боже И ты снова выйдешь И получишь Эту силу И слово твое Будет с благодатью Приправлено с солью И ты снова будешь Говорить каждому И твои слова Будут действующие Аминь Это хочет Дух Святой Поэтому я приглашаю Давайте И глубоко Помолимся Господу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok